итак всех приветствую на своем канале и сегодня у нас будет быстрая распаковочка интересная вот последнее время что-то зачастили мы с распаковками но скажу честно что ждет нас тесты значит здесь два ножа должно вот этот и у нас я их приобрел на беру магазин интернет или как там он называется беру вот и фирма вин про викинг один викинг нордвей ну тоже было написано что вин про а другой значит вин про вот прям с этой к 461 значит ну давайте начнем посмотрим первый взгляд начнем свин про это я так понимаю у нас моделька анибус анубис ли вот в общем такой вот не маленький ножичек я скажу эта моделька уже давно была так скажем популярна вот ее они вин про он даже здесь сертификат как удачно именно коробочка думал сертификата не будет вот значит они они бус анубис вот такой вот при пирог а у нас здесь у нас идет aus 8 сталь g10 замок у нас фрейм лог кстати вин провод хотели посмотреть да и я хочу сказать что наберу он стоит сущие копейки но блин этот вот анубис надо застать то есть я заказал и там сразу он кончил вот но там такая цена этого ножа что просто можно сказать бесплатно not flip сразу не получается я хочу сказать что он на шайбах да вот видно шайбы такие не медные у нас пара нет вы или какие не там обычные шайбы вот но принципе флиповать он будет давайте посмотрим по сборке сборка у нас клин посредине но вот качество хочу сказать так себе цепляет но кать но собственно за такую цену в принципе это и не удивительно вот есть насечки на поле переносить нет так у нас фрейм открывается вот так вот то есть уже практически наполовину есть такой вот у нас приму как сказать фрейма предохранитель так скажем фрейма от отгибания током я не знаю зачем он здесь нужен принципе ничего не хотя фрейм такой вот мягенький очень мягкий вот обычно как-то ну более хотя так вот моделька интересная конечно в руке она сидит прикольно здесь вот такой вот дол они сделали клин интересной формы такой ну спейсера нету клипса у нас сделано с расчетом на потайную но принципе этот темлячное отверстие будет тащить торчать из кармана вот дальше значит что еще я хочу сказать что этот нож он выпускается еще и украинской фирмой скифы говорят что вот как косячные экземпляры отдают вин про ну делают под брендом а хорошие это скиф забирает себе так такой тоже вычитал где-то то есть вот этот анубис то ну так интересный нож за такие сущие копейки принципе это конечно интересная моделька вот весь тон не тяжелый такой в принципе но флип не бодрый такой вялый даже могу можно сказать вот васевой можно но ослаблять тут я не думаю все посерединке но можно разобрать посмотреть что там когда как потому что так мне кажется требует он и вот посмотрите вот такие вот штуки значит как пупырышки торчат на g10 вот ну блин по качеству конечно видно что качество на тройку это вот заметно заметно все выпирает ничего не у нас не заполировано так вот не сглажена торчит то есть ощущаешь вот эти все переходы от металла g10 вот здесь ну принципе что мы хотим заменим чем даже тысячи рублей менее вот так но механика еще раз покажу сам он принципе даже сам сложился вот вот такой вот анубис и или то так к 461 видите про ну давайте так давайте еще его сразу из коробочки да я кстати не показал подводики подводики толстые реально толстые очень причем они разные с этой стороны задрано вон аж как а здесь у нас очень тонкий и кострию почему-то он и становится еще тоньше но посмотрим все режет да с махрой конкретный но режет удивительно я даже не думал что он не порежет вот на нем написано анубис или анабис как правильно не знаю точно ну вот такая галтовка принципе для aus 8 56 58 единиц но по ум можно погуглить в интернете сталь как как конечно у него очень неплохие результаты давала на флипом беда да надо будет посмотреть разобрать тем более у нас осевой вот на отверточки здесь у нас на тораксов таких причем такие большие довольно таки тоже 40 восьмерка наверно вот 1 2 3 и 4 осевая гоночка земляк есть но вот такой вот анубис вот принципе что удивило то что он идет сертификатом я думал наберу сертификат мне уже не не как бы не увидеть и вот здесь крепкий одновременно элегантный нож стиле хай-тек и современных материалов настоящий основательный надежный складной тактик тактик это гарантирует прочную конструкцию мощный замок типа фрейм лоб толстая накладка сверди прочного пластика разительного рельефа поверхности дополнительный экономичный рукоять так что это даже тактика такая ставочка по они бусу значит я его разобрал там шайбочки были второпластовые они были ну шкрябали вообще там собственно флипа не было вот я их смазал с левой руки у меня не очень но вот видите он из любого положения без домаха даже в принципе он нормально флипует так но что ничего но вот еще такая вот у него система значит вот клин он даже вот посмотрите там есть как волнами как будто его вырубали вот здесь пометка вот такая вот и вот сам клин вот буграми идет то есть такой вот супер дешевый но в принципе как нож по материалам выполнен топорно очень но по материалу g10 аус 8 причем маус 8 делали тесты ребята и она себя неплохо показала ну и вот второпластовые шайбы одна проблема была это просто смазать фрейм вот на середине где-то но фрейм мягкий очень мягкий такой фрейм вот этот отгибатель тоже я не знаю нужен он не нужен но механика мне от часа даже на второпластовых шайбах стала нравится такая интересная но чуть смазал вот такое дополнение анимус вин про и так неожиданно значит выяснилось что вот такой вот райк вот такой райк очень похож на нож аннибус и вот клин видно клинки очень прям схожи вот немножечко есть конечно разница но блин они как братья по клину очень очень похожи вот такое вот наблюдение вот но и аннибус у нас зафлиповал вот такой вот вот и вот такая вот модель к я думал это тоже было написано что это день про но пришло значит без вообще он он я не знаю что это за модель потому что там был не написан чисто папа выбирал по так скажем внешнему виду и блин еще было вытащить оттуда обалдеть клипс что ли туда залезло так вот как вот так вот можно делать интересно ну ребят такое дело клипса у нас залезло это не от него чехол вот насколько я знаю это тоже вин про но нет здесь под брендом viking nordway идет вот этот вот модель и это автомат такой с предохранителем еще такой не знаю так мне вроде с виду был понравился но он такой уж и больно легкий какой-то и это я так понимаю явно не g10 это какой-то пластик причем пластик такой дубовый вот и клипса клипса нормальная так но мы еще взвесим тот посмотрим на него и сейчас посмотрим ну то автомат так да я предохранитель нажал оба значит вот такой вот и по вармклифф нож а 832 102 артикул вот и автомат вот вот такой вот но блин такой пластик конечно на на картинке казался что пластик такой и во первых он цветом немножко другой был на дубовый вообще конечно пластик тут люфты уже вообще конечно колоссальные люфты нет нож он блин даже конечно его цена там тоже никакая но он и и никакой если честно и не знаю все так на пластиковым этом сделано что что конечно 420 сталь здесь стреляет если в принципе здесь сверху предохранитель но этот батон лог как обычно там пружина вот ну материалы конечно этого ножа они просто на люфт вообще капитане подтянуть посмотрим чем можно ну вот такой вот вот в принципе вин про ну вот этот еще как как-то как-то вроде а ну ну флиповать моего я думаю научим да но вот собственно что что можно купить в пределах 600 500 там 800 рублей вот такой вот такой вот анубис принципе за ним по моему наберу гоняются даже потому что раз и не не было его сразу заказал и такая вот модель и вот такой викинг нордвей до викинг нордвей это это вообще фэнтези нож это какой-то не знаю такой пластик пластик как как игрушки делают вот четки того здесь конечно же 10 силой так неплохо но сборка такая флипы нет в общем я так и думал что наверное все таки учет он шкребет вот по-моему нет и тент вообще не работает и принципе скорее всего так и есть на и набракованная не дают потовим про вот это с киев они нормальные они отправляют на с киев потому что там украине я так понял это такая компания хороший такой лайнер он очень жидкий вот по мне так он прям ну не знаю такая здесь вот говорят 420 стать но очень жидкий вот этот вот сделали от отгибания предохранитель ну по моему не знаю вот он уже заходит уж если так вот сильно сделать он по моему к другому лайнеру уйдет я не знаю ну вот как то так вот такие товарищи не знаю вот это это вообще игрушка это херня извините за выражение но вот этот вот можно еще как-то хотя конечно пишут хорошие материалы шайбы такие второпластовые ставят но можно же медяшку поставить зачем уж и второпласт хотя принципе на крысе тоже второпласты это не очень-то главное главное здесь здесь главное не открывается и тут его надо подвинтить и развинтить сначала все подмазать смазать и привести в порядок но вот эта сборка конечно что все торчит фаски нигде не сняты все цепляется вот такие вот штуки вот то есть ну блин ребят ну казалось бы я сам себе отвечу на этот вопрос можете написать там конечно отзывах что мы хотим за менее чем тысячу вот пожалуйста что-то типа такого хотя в принципе как нож вот этот имеет право быть можно его допилить и заточку а вот это но это так игрушка такая скажем так да кому кому не задарить потом как бы и нажим не вернули тебе обратно вот но всем спасибо на этом заканчиваю свою распаковочку такую а ну давайте ради интереса блин но сравним с бокером принципе вот этот анубис тон большой вот видно даже реально он даже больше чем бокер вот это тот он такой небольшой поменьше он даже чуть меньше чем бокер но и так контрольное взвешивание вот это по моему он вообще не весит не знаю чем весь там ничего наверно давайте проверим 99 грамм вот это до 500 летний ножик прям его не заметишь 420 сталька режет он хоть режет он режет без махры нифига себе зато за . на нем и я не заметил на нем ну разные подводы опять же разные вот на одной стороне тоньше здесь толще вот но режет и режет прикольно вот и вот это что за полирует такая вот такое покрытие на клине такую здоровую шлепину эту наклейку повесили это же вообще так ну и анубис он по моему она без анубис весит 160 почти 158 грамм он тяжеленький но это заметно ну такой лом скажем так бокер 136 37 вот такая вот распаковочка оставайтесь на канале там у нас клубник намечается по нему тоже объявление скоро сделаю вот но и погоним тесты уже вроде пока с распаковками все всем спасибо оставайтесь на канале всего самого хорошего до свидания